Малая Академия Наук представляет Всем привет, дорогие друзья! С вами Школьное Телевидение. В этом праздничном выпуске вы увидите музыкальный образ женщины в нашей рубрике «Мьюзик Лайк». Как Витя открыл коробочку с красотой в рубрике «Техничка». Преобразуемся после зимней спячки в мода «Бум». Наш гость расскажет, как в любых ситуациях оставаться профессионалом. И небольшой сюрприз в честь праздника. Виктор Серебренников в клипе «Моя мечта». Ребят, эта неделя была так богата на всякие разные прекрасные события. Я побывала на Вокбале. Это просто нереальная атмосфера. Я столько энергии получила. Очень круто вообще просто. Расскажи, что там было? Знаменитые танцоры. Приехали люди из разных городов. Ну просто это нужно просто увидеть. Словами это не рассказать. Кстати, это мероприятие ежегодное. Так что у вас есть возможность в следующем году посетить это мероприятие. Я хотела пойти в этом году, но у меня не получилось. Ну все так долго этого ждали. И вот, наконец-то, это пришло. Самая масштабная, грандиозная танцевальная тусовка в нашем городе. Вокбал. Смотрите, как все это все происходило. Балл – это соревнование, так скажем, чемпионат, батл между танцорами в стиле Вокб. Это андеграундная тусовка. Это люди, которые собирались, устраивали подобного рода баллы. Одевали различные костюмы, образы, примеривали на себя. И соревновались в том, кто лучше выглядит, кто лучше подаст свой образ, себя и так далее. А расскажите, пожалуйста, о своих необычных образах. Ну, я не знаю, у меня типа черное поле, белые цветы. Ну, я как будто, ну, природа просто. Я роза. Цветок. А в каких номинациях вы участвуете? В ранвее до 14. Как вы боретесь с боязнью сцены, там, как вы преодолеваете свой страх? А я стараюсь, ну, расслабить себя, как бы, ну, выступление взять себя в руки и выступить хорошо. А я просто пытаюсь поговорить с другими и, как бы, ну, мне, как бы, это снижает стресс и такое, прям, расслабляет тоже. Мы приехали знаменитые люди. Надо попробовать себя. Я вообще волгом только месяц, наверное, увлекаюсь. Ранвей вообще не мой конек. Просто пройтись, показать себя, на людей посмотреть. Атмосфера настолько дикая, что я сама аж танцевала. Валерия Шаткик, Байбатой, в школьной телевидении. Скажите, какая музыка вам нравится больше всего или хотя бы их исполнители? Мне нравится любая музыка, но вот и мне нравится. Но Ира, Ира, я не знаю, что-то такое. Камера выключена, Ира такая нормальная, свободная, раскрепощенная камера включается. Мне нравится любая музыка, кипоп, вариант, гранд, лучи всех. Ну, а еще Макс Барфик, да. Всем привет, с вами самая музыкальная рубрика. И сегодня мы с вами рассмотрим образ женщины в музыке разных стран. Ну что, поехали? А начинает наш список женщины, которые серьезно относятся к своей карьере. Их отличает блестящая деловая хватка, железная дисциплина и чрезмерная самостоятельность. В общении они прохладны и подчеркнуто вежливы. Чаще всего их можно увидеть в офисе или спортивном зале. И это американки. Следующие в нашем списке удивительные и неповторимые японские женщины, которых мы представляем робкими и покорными. Но на самом деле это далеко не так. Современные японские женщины очень требовательны к своей внешности и характеру. Они усердно учатся, а после добросовестно работают, мечтая поскорее выйти замуж. Особый коллагит индийской женщины давно очаровал и пленил умы всего мира. Они выглядят таинственно и мистически. От жительниц других стран их отличает яркая и богатая одежда. А нам остается лишь попробовать разгадать этот секрет через музыку и, конечно же, танцы. Все женщины по-своему догадочны и прекрасны. Но каждая, даже глубоко в душе, хочет тепла и семейного уюта. Время не стоит на месте. Женщины становятся более деловитыми, стремятся построить карьеру и стать успешными. Но думая об образе русской женщины, всегда представляется домашний уют, семейный очаг и родина. Мы поздравляем всех девушек с Международным женским днем. Оставайтесь такими же прекрасными и любимыми, и вам обязательно посвятят мне одну песню. Слушайте хорошую музыку, а главное помните, смотришь музык-лайк, ставишь лайк. Вадим, ты знаешь, для чего нужен утюжок для волос? Даже не представляю. Ну вот подумывать. Утюжок для волос. Из названия послушай. Утюжок для волос. Наверное, для того, чтобы увеличить полосы. Ты угадал. Ты реально угадал. Сегодня мы все целом посвятим нашу рубрику 8 марта. И мы разберем женскую сумочку. Так, сейчас посмотрим, что тут у нас в сумочке. О, вот это вот у нас бутылка для воды. Чтобы какая-то женщина выпьет. За день, наверное, чтобы выпивать это. О, коробка какая-то. Ой-ой-ой-ой. Вот тут сколько кистей. О. Это, а, это реснички, наверное. Дратути. Я даже на рисование столько кистей не беру. А это вот что золотое. Другому на пальцы. Или, может, это серьги. Если столько кистей я бы на рисование взял, тогда бы вообще не хватило на целый класс. О, это утюжок, что ли. Наверное, чтобы волосы приутюжить. Сейчас перейдем к другой вещичке. О, это, наверное, подринница. А, вот для чего были эти кисти. Этот не влезет. Этот в самый раз. Ну, вот, например. Наверное, это на ресницы. Вот так вот делать. Что это? А-а-а! Это делать. Полировки. Круто. Массаж этим точно делать не надо. Когти-то могут. О, телефончик. Знаете, хоть, наверное, зачем он? Чтобы звонить. А это что? Не знаю, как называется. Наверное, пудра. О, конфеточка. Чтобы думать хорошо. О, а это шишка. Типа, вот так вот делаешь. Здорово. А это что? Последняя батареечка. А, это помада. Ладно. Не знаю, чьё это, но губы намазывать не буду. Вообще, все вещи, которые у женщин, нужны им. А если они сразу не найдут свои права, то, пожалуйста, подождите их. Может, всё-таки там же много нужных вещей в сумке. Узнавайте много нового. Внутри чёрную рубрику техничка и подписывайтесь на наш канал на ютубе. И ещё. С 8 марта вас. Женщина. Вот знаете, школьное телевидение стало настолько популярным, что в моей школе учительницы показывают эти видео вообще всем классам. Седьмым, девятым, пятым, шестым, всем классам. И мне один раз пришло сообщение от моего друга с параллели, что они смотрели простую презентацию на уроке бурятского языка. И тут им приходит, как сказать, и тут появляюсь я. А когда я в пятом классе, два года назад, получается, я такая вся красивая, пухленькая, с таким красивым свитером, с кошками-то вообще. У вас были похожие ситуации? Нет, таких не было, по крайней мере. Лера? Тебе весело, да? Сейчас начнется приступ. За окном уже почти весна, а весна, как известно, время выпускных. И как на своём выпускном выглядеть лучше всех, нам расскажет профессиональный визажист Дэн Сема. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, какие эксперименты будете ставить сегодня на мне? Сегодня мы используем более натуральные оттенки теней, в общем, макияжа, а в процессе вы узнаете. Ну что же, давайте начнём. Обработать кожу можно любой салфеткой, влажной. Вы можете использовать любой увлажняющий крем, наносите вы лёгкими движениями. И также мы прорабатываем шею. Обязательно. Один секретик. Вы можете хайлайтер жидкий смешать с тональным кремом, любым. Вообще, для повседневного макияжа лучше использовать BB крема, либо CC крема. Мы выбираем, начинаем красить от центра лба и распределяем по всему. BB и CC крема, они не повреждают кожу. Мы получаем естественное свечение лица. Сколько в среднем занимает тут макияж? Это зависит от яркости макияжа, от плотности, смотря куда пойдёт девушка. Или парень. Сейчас у нас парни красятся. Лёгкие движения. Кистью не давим. Я разравниваю тон. То есть, следы кистей никак не бывало. Брови у нас должны быть натуральные, свои. А девочкам я советую не перещипывать свои брови. Почему? Потому что сейчас в тренде свои брови. То есть, естественные, прочесанные брови. Вам достаточно было прочесать и уложить гили. А что делать, если брови редкие и без бровей ходить? Нет, не без бровей. А у вас есть скошенная кисть в помощь и тени. Своего оттенка тени. Достаточно будет пробраться в редкие наши пустые зоны на бровях. И стушевать кистью. Обязательно должно быть тёплого свечения. Наносим мы кистью веером. Контуринг у нас идёт от линии роста волос. Крашиваем к лицу. У меня иногда бывает так, что сплю часов по 4-3 и синяки под глазами. Как их скрыть? Вообще, с утра пользуются патчами. А вообще, если, конечно, нет времени использовать патчи специально для вскрытия, можно консилеры. Консилеры должны быть пигментированы, хорошо пигментированы. То есть, если у вас синие-синячки, значит, вы закрашиваете жёлтыми. Так, подождите. Да. А для чего нужен хайлайтер под бровями? Для свечения, для объёма. Можно наложить просто один тон на глаза. Наносим более пушистой кистью. Наносим на всё веко. Достаточно будет прокрасить ресницы. Так как у нас макияж естественный. А мне нанесли тон, смешанный с жидким хайлайтером. И за счёт этого получилось естественное свечение. Я прям свечусь. Правильно сказала? Да. Внутри свечение. Свечусь изнутри. Я ещё хотела сказать. Все говорят, ой, контуринг не в моде. На самом деле, как раз-таки, контуринг, он нужен для всех. Хоть у тебя будет лицо идеальное, у девушки всегда есть к чему придраться. Прикрашиваем мы у основания ресниц. Румяна – это щёчки у нас. Улыбаемся. На центр щёчек распределяем. Так не хочется это потом смывать. Так и буду ходить, наверное. Продержится красота на весь день. То есть, если вы припудрите минеральной пудрой. Для девочек, для выпускниц, конечно же, лучше мазать блеском. Любым блеском. Бесцветным. Можете с оттенком розового. Мы сегодня попробуем просто блеск. Вы можете наносить также пальцем. Потому что нам чёткий контур уже не в тренде. То есть, мы не используем чёткие контуры в 2018 году. Достаточно будет так естественно. Не зря говорят, что красота – страшная сила. Ведь эта красота может покорить мир. И я пошла покорять наш город. Всем пока! А у нас в гостях Мария Латышева. Корреспондент, ведущая. Кроме того, жена, мама и просто замечательный человек. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, ребята. Поздравляем вас с праздником. И спасибо, что смогли уделить нам время. Пришли к нам. Уделить время. Спасибо. Мне очень приятно прийти к вам и посмотреть, как работает молодёжь на самом деле. Знаете, профессия журналист – это постоянное движение. И как вы выдерживаете такие нагрузки? Ну, нагрузки – это, наверное, те, кто всё же стоит у станка где-то на заводе. И это раньше журналисты, как волка, кормили ноги. Но сегодня тоже много беготни. Но большую часть времени и телевизионщики тоже проводят всё равно за компьютером. Мы пишем тексты. Расскажите, пожалуйста, о своих самых незабываемых путешествиях. Ой, ой. На самом деле путешествие незабываемое не то, самое далёкое на каком-то краю земли. Я могу съездить там в какой-то, я говорю, район, и оно будет незабываемым. Я встречусь там с людьми хорошими, открытыми, добрыми, и они останутся в сердце надольше, чем... Допустим, я была в Катаре, где живут одни арабы. И, честно, я даже не могу сказать, что там мне больше всего понравилось. Мне всегда тянется в Восток, вот это мне интересно. Стран 15 я объездила, и вот ещё хочу в Японию очень, и хочу в Грузию. Почему именно... Почему эти страны? Вот я не знаю, у меня прям такой бизик Японии. Ну, Япония мне с детства ещё нравилась. И это вот просто, знаете, как Лондон, там, впустить Лондон, впустить Францию, где романтик London of the capital, и так далее. Поэтому какие-то такие страны, которые у тебя, я не знаю, ещё со школьной скамьи, где-то вот здесь сидят, и вот пока я там не была, и поэтому надо исправлять. Как вообще вы пришли в журналистику? В школе я писала в газету, а пришла на телевидение в 2006 году, когда училась на первом курсе в нашем Бурятском госуниверситете. И нам сказали, ребята, лучше набивать руку на практике, хотя они все это деканы, преподаватели поощряли, не всем это нравилось, но многие там у нас, человек шесть из группы, ушло сразу в первый курс работать. То есть мы сидели на парах, и потом мы выезжали на съёмки. А потом мы стали наглеть, и перестали ходить на пары, а сразу уезжали на съёмки. Никакие лекции не дадут того, чего даст реальная профессия. Реально, когда тебе дают микрофон и выпускают на съёмку, говорят, вот это, вот это, вот это мне привези. Когда у вас проходили первые съёмки, у вас были волнения или страх? Ну давай съёмки. Это 2006 год, я пришла, студентка такая, девочка из деревни приехала. Какой там я город-то не знала, нам сказали ехать по какому-то адресу. Естественно, я даже не знала, где эта улица. И мы открывали мемориальную доску, и мы с... Оператор был опытный, и мы с ним упустили момент, там я где-то забегалась, когда с дома срывали ткани эту, нужно было подснять. В этот момент, когда доску почётную, там, не помню даже кому, честно, сейчас открывали её, это было больше 10 лет назад. И вот для меня это был такой стресс. Он такой, Маш, успокойся, всё будет нормально. И он мне потом сказал, что, Маш, смотри, как делаешь. Все уже ушли, он опять эту тряпочку вешает. А теперь снимаем ещё раз, специально для нас. Типа, ты срывай, я делаю крупный план, всё нормально, кадры у нас есть. Не всегда такие, к сожалению, моменты бывают, когда можно переснять. Но вот тогда я немного стрессанула. Расскажите о каких-то сложностях прямого эфира. Может, бывает такое, что... Ну, вылетало, да, что-то там, или, да, бывало такое, пару моментов. Один раз просто пропадал, один раз у меня просто чёрный экран бежал. То есть я давлю на педальку, а буквы не идут, и всё, раз, чёрный экран. Ну, там какой-то провод, что-то где-то отошло. На этот случай у ведущего всегда на столе есть выпуск, который распечатан в формате А4, и он просто туда можно подглянуть. Ну, и своими словами, естественно, говорить. Мандраж он всегда будет, когда ты смотришь в камеру и переживаешь, и так не так скажешь, просто там своими словами покороче. Но главное, чтобы не было долгих зависаний, не смотреть, просто ждать, когда же там включится. А как отреагировали ваши родственники и родители на то, что вы стали журналистом? Ну, сначала я писала ещё в школе, и мой дядя дразнил меня, корреспондент, корреспондент. Это мне было так лестно. Думаю, ну ладно, вырасту, буду журналистом настоящим, буду в телеке влекать. Ну, всё равно в телевизор приходят люди, которые какие-то амбициозные, всё равно, да, в каком-то плане немного. Сначала это было просто желание, там, чтобы видели в телевизоре, а потом, когда, ну, все родственники узнали, да, ну, прикольно, видели, смотрели меня. Это хорошо, они рады, что я работаю там, где мне нравится. Недавно мы отметили праздник 8 марта. Все мы, женщины, девушки, получали поздравления. А что вы можете передать нашим телезрительницам? Ну, передать могу только поздравления. К сожалению, через экран букета не передаются. Я бы хотела пожелать всем женщинам побольше сил, побольше энергии. Мы, мамы, у нас должны быть силы всегда. Мы должны быть всегда на позитиве. Главное, быть всегда позитивными. Вот я не устану это повторять, потому что позитивные люди притягивают к себе таких же. И, ну, вот посмотришь на них, и на душе становится веселее. Поэтому больше позитива женщины. Мы должны вдохновлять на мужчин, на великие свершения ради нас же с вами. Поэтому вот удивляем их, восхищаем и радуем весь мир своими улыбками. Ну, и после таких приятных слов благопожеланий, я думаю, вам непременно поднимет настроение клип, который вы видите сразу после нашей рубрики. Клип, который мы снимали с ребятами со школьного телевидения. Мне очень понравилось с ними работать. Я думаю, вы оцените нашу совместную работу. На ТВКОМе новости дня. Как всегда, мы работаем в прямом эфире в студии Марии Латышева. И вот о чем мы расскажем сегодня. Почему в Бурятии тарифы на тепло самые высокие в Сибири? Море синее эфира нам вещает не спеша. Я скажу тебе, Мария, да чего ж ты хороша. Ты обещаешь в ТВКОМе мне на школьном выходить. Но на съемках будем вскоре, а иначе мне не жить. Я смотрю в тебя, Мария, все сильнее день от дня. Без твоих эфиров, Маша, все ТВ не для меня. И с задачами, и с другими мне работать не с руки. Не могу вести я с ними. Маша, Машенька, спаси. Ты сказала мне, Мария, что мне надо подрасти. Я в спортзале пропадаю, чтобы мышцы нарастить. Ведь я парень со сноровкой и вполне хорош с собой. Я техничку бегу ловко. Приходи вести со мной. Я смотрю в тебя, Мария, все сильнее день от дня. Без твоих эфиров, Маша, все ТВ не для меня. И с задачами, и другими мне работать не с руки. Не могу вести я с ними. Маша, Машенька, спаси. Я смотрю в тебя, Витюша, все сильнее день от дня. Без твоих эфиров, Маша, все ТВ не для меня. И с ведущими, и другими мне работать не с руки. Не могу вести я с ними. Витя, Витенька, спаси. Всем привет, дорогие друзья! С вами рубрика «Техничка». И мы ее ведущие... Мы ее ведущие Морелла от Шивы. И Виктор Серебренников. Сегодня мы поговорим о роботах. О роботах на платформе Ардуин. Будьте активными, будьте позитивными. И смотрите нашу передачу каждое воскресенье и понедельник на телеканале ТВК. А также подписывайтесь на наш аккаунт в Инстаграме, канал на Ютубе и группу ВКонтакте. Я поздравляю вас еще раз, девочки, с праздником с 8 марта. Удачи вам в школе, со здоровьем, чтобы все было хорошо. И много-много... Успехов! Да, точно! Спасибо! Спасибо! И пусть ваше настроение будет таким же, как полет этого самолетика. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok